Добрый день, добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, и это июнь, июль и август 2024. Ну что, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, каким же у вас будет это лето. А пока оставляйте комментарии, как у вас прошла эта весна, какой она была, словили ли вы все те возможности, которые были в вашей жизни, какие задачи сейчас проходите, что смогли сделать, реализовать, внедрить, как вообще ваше настроение к приходу лета, потому что у нас все-таки уже как раз вступил в силу момент летний, уже новые совершенно эмоции, весну возможности, вот можно прям смело убрать, это двинуть, эта энергия еще, ну, чуточку немножко подвисает, дает легкости, но все-таки лето, новые задачи, новые надежды, естественно, и, конечно же, возможности, потому что всегда, ребята, когда с нами случаются какие-то трудности, это равно возможности. Да, нам, конечно, хочется, чтобы лето было беззаботным, но вы прекрасно понимаете, дорогие овны, что беззаботно это не про овнов, просто это тоже не про овнов, приходится постоянно раскачивать себя, постоянно приходится что-то делать, начинать, пробовать, экспериментировать и делать, делать, делать. Поэтому, да, мои дорогие, мы вступили в этот интересный период, конечно же, конечно же, Марс уже покинул ваш знак, и здесь, конечно же, более такая продуктивная энергия до 21 июля, Марс будет в Тельце, и здесь, конечно же, все-таки получится быть продуктивным, все-таки получится делать, все-таки получится делать внимательно. Хорошо, но здесь кто к чему привык, да, кто любит делать это хорошо, либо же делать это быстро, здесь такие две грани, которые каждый подбирает для себя сам, но все-таки это прекрасное время для работы, для бизнеса, для беззаботного времени в бизнесе, я бы это так сказала, конечно же, будут какие-то определенные напряженные моменты, но аспекты будут складываться для того, чтобы вы зарабатывали больше, для того, чтобы вы стремились, для того, чтобы вы были активными, и, конечно же, здесь плюсом еще Уран в классном, благоприятном аспекте будет очень хорошо помогать, внедрять новое, внедрять все то, что давно хотелось, да, и эта история, вот она уже, скажу, работает сейчас, и в июле она будет максимально себя проявлять, вот так. Итак, что у нас из ближайших событий, а это 20-21 июня у нас летнее солнцестояние, и солнцестояние у нас будет в раке, это первый день, когда солнце переходит в знак рака, почему две даты в западном полушарии это 20-е, в восточном это 21-е, вот и все просто от того, где вы находитесь, где вы живете. Прекрасное время для того, чтобы встретиться с семьей, встретиться с близкими, с любимыми, провести время, отдохнуть, в том числе, несмотря на то, что это будет у нас с вами четверг и пятница, это история того, что нужно как раз-таки подумать о себе, о своей семье, что вас связывает с близкими, что у вас общего, потому что всегда, когда у нас солнцестояние, это такая история про семейственность, про душевность. И здесь, конечно же, здесь, конечно же, нужно об этом подумать, как минимум задуматься, если у вас эта сфера жизни провисает, нужно начать ею заниматься, активно заниматься, тем более, дорогие, если у вас здесь не получается очень долго, нужно понять уровень своего терпения, уровень своей выносливости именно в любовных отношениях, потому что для Овна, да, карьера, бизнес, финансы, это такая история, активная, движниковая, особенно если женщина у Овны активно двигается по жизни, двигается в сфере финансов, карьеры, а вот личная жизнь может провисать, да, у мужчин точно так же, максимум они строят на сферу финансов и карьеру статус, и, конечно же, в любовной сфере семейной оставляют мало времени, поэтому здесь, ребята, да, задумайтесь в этот миг, что все-таки у вас есть дома, если дома у вас нет, то здесь нужно об этом задуматься. Итак, сразу следующим днем у нас полнолуние, полнолуние у нас в Козероге, да, дорогие, 22 июня у нас полнолуние в Козероге, и я бы сказала, дорогие Овны, для вас будет немножко такой напряженный и эмоциональный день. Здесь не пылите, не раздражайтесь, момент пройдет, необходимо понимать, что та реальность, которая у вас есть, если она вас не устраивает, то, значит, нужно что-то менять. Если у вас все с этим хорошо, отлично, прекрасно понимаете, в каком месте ваша чаша неполна, и начинайте ее наполнять. Закон такой жизни. Помните, что не бывает хороших дней без плохих, и, конечно же, необходимо таким сложным эмоциональным дням дать тоже выхлоп. Здесь, конечно же, меньше надевайте иллюзорные очки, меньше входите в заблуждение, потому что все-таки Нептун будет, я бы сказала, делать такой напряженный аспект, и Овны первой декады у вас в ваших личных транзитных картах будет такой аспект соединения Солнца с Нептуном, и будет давать такое немножко депрессивное состояние, что вы сделали, что не доделали, почему не сделали. Я бы так сказала, это максимальная точка, до которой дойдет Нептун. И после этого полнолуния, буквально через 10 денечков, он развернется в ретроградные движения. Поэтому здесь, конечно же, все эмоциональные осознания, они будут ваши. Здесь об этом стоит задуматься и понять, почему. Не потому что вы плохой человек, просто потому что где-то затрудились, закрутились, и перестали уделять должное внимание той самой сфере, которая вам нужна. Итак, после полнолуния мы движемся в сторону июля. И у нас в последний день июня разворот Сатурна. 30 июня у нас на небе разворачивается Сатурн. И о чем здесь эта история? Здесь, дорогие, история про то, что в бизнесе, в работе, в делах стабильных, может остановиться работа. Здесь история того, что нам нужно будет вкладывать больше сил терпения, сноровки в те дела, которые мы не успели доделать. Поэтому если у вас в карьере, в бизнесе какие-то есть дела, в гороскопе на июнь, который вышел в мае, я про это рассказала, что было бы хорошо большинство своих сложных дел сделать в июне, потому что это история, которая будет просто легче. Конечно же, если ваши дела остались на конец июля, то вы к ним вернете. Все то, что вы не доделаете в конце июля, вы доделаете в июле, потому что Сатурн развернулся на несколько месяцев. Это будет, конечно же, работа над ошибками, все то, что не доделали. Будете возвращаться к финансовым вопросам. Поэтому, конечно же, если у вас получится решить все свои минусовые финансовые вопросы с долгами, с кредитами, с обязательствами, которые отнимают у вас много сил, это было бы прекрасно и замечательно. Тогда разворот Сатурна вы встретите, можно так сказать, налегке. И уже уйдете в другие вопросы социального статуса, в реализацию. Если же, конечно, не успеется, то у вас будет на это оставшееся лето и осень, половина точно, для того, чтобы уладить эти вопросы. Поэтому, конечно, было бы прекрасно и беззаботно завершить их до разворота Сатурна. Но здесь, тем не менее, даже если вы сделаете это в июле, это тоже будет хорошо. Просто это будет чуточку больше занимать у вас сил, ну и терпения в том числе. 3 июля, ребята, у нас на небе разворачивается Нептун. Есть большое видео про разворот Нептуна, которое еще вышло в прошлом году, осенью 2023 года. Там же вышло видео Нептун в натальной карте. Кто не видел, посмотрите, потому что у нас у каждого Нептун отвечает за свои дома, за свои истории в жизни. У кого-то Нептун отвечает за мужа, жену, у кого-то отвечает за детей, у кого-то за работу, у кого-то за здоровье. И здесь история того, конечно же, за что в вашей натальной карте отвечает Нептун. Та сфера и будет максимально работать, подвергаться работой над ошибками, конечно же. Плюс Нептун всегда дает такое эмоциональное подвисание. Если нам что-то не нравится, не получилось, и мы это осознаем, это такое депрессивное состояние. Это состояние внутреннего неудовлетворения. Конечно же, когда мы хотим это все не видеть, мы это все одеваем розовыми очками, прикрываемся и говорим, что нет, это не про нас, у нас все гораздо лучше. Но вот ретроградное движение Нептуна, это как раз история про то, что розовые очки начнут спадать, и наши вот все прикрытые истории начнут как раз-таки выходить наружу. С 3 июля вот эта история, связанная с Нептуном, к нам придет, естественно, плюс-минус 3 дня неделя с этого периода. Мы будем уже ощущать волнение, кто-то будет ощущать вдохновение, прилив душевных сил, у кого Нептун на натальной карте сильный, раскачанный, кто владеет энергией Нептуна. Кто вообще человек нетворческий, по вдохновению работать не может, тому, естественно, Сатурн в помощь, более земная планета, более осознанная, более ответственная. И здесь, конечно же, два вот этих комбо, которые сольются в ретроградном движении. И все лето у нас будут истории, то есть кому-то будет хорошо на вдохновение выезжать, на творческом аспекте, у кого сильно прокачано урновское солнце, у кого нет на продуктивности, на выносливости, на силе, на терпении. Это история с Сатурном. И здесь, конечно же, кто какой энергией планеты владеет, тому так и будет проще. Поэтому выбирайте свою энергию и силу и действуйте. Следуем дальше. 6 июля. Ребята, у нас с вами новолуние, новолуние в раке. Я не скажу, что это какой-то печальный, грустный, тоскливый день. Нет, дорогие овны, для вас это будет хороший, прекрасный день. И даже можно сказать, и даже можно сказать, что все эти истории, которые нас всех ждут, будут такими какими-то, знаете, безобидными, но не могу. Не могу такое сказать, что вот все пройдет как-то очень легко и спокойно, особенно для овнов третьей декады. Здесь, конечно же, история того, что с 7 по 18 июля у нас на небе соединяется, я бы сказала, такая оппозиция Венера-Плутон. Плутон, да, дорогие, ваш второй управитель. И на овнов третьей декады будет очень сильно влиять в личных транзитных картах, особенно те овны, кто родился на стыке знаков, то есть рядышком с тельцами. Здесь такая, конечно же, история будет сложноватая для вас, история очень много затратить нужно будет внутренних сил, то есть это история либо решения сложных эмоциональных внутренних любовных проблем, конфликтов, либо же это история расставания. И так и так бывает. Не скажу, что будет легко, будет максимально сложно. Почему? Потому что сейчас, дорогие овны, вы проходите как раз-таки кармические свои задачи. Северный узел идет по знаку овна, максимально, конечно, его ощущают овны второй декады, но вообще все овны ощущают, что как будто на них весь мир смотрит и требует какое-то действие. И здесь вопрос того, что будете пасовать, будете делать шаг назад, значит будет становиться легче, но вы при этом будете уходить от своих целей, от своей мечты и от той желаемой жизни, которую вы хотите. Сказать мне, дорогие овны, что плохой гороскоп, ну это я и так знаю, серия видео «Лето надежд» вообще не очень радуются люди, потому что, ну ребят, наступают последние полгода для овна, которой необходимо прям-таки очень сильно потрудиться. Я это говорила и в годовом прогнозе, я это говорила и весной, что нужно потрудиться. Я знаю, что сейчас мы живем в мире, в котором трудиться это как бы не в почете, все должно быть в легкости, такая эфемерная, хорошо продаваемая мысль. Да я сама только так и хочу. Но знаете, как-то вот взрослением, да, жизнь все больше говорит, ну ты трудись, если ты чего-то хочешь, да. И здесь работа даже не лопатой кидать, здесь работа эмоциональная, внутренняя и понимать, что если ты выдерживаешь трудности, которые на тебя свисают сверху, то ты выживаешь. И причем даже очень хорошо, ты берешь другие трудности, а овен это тот знак зодиака, знаете, у которого два управителя вообще непростых. Два самых злых это Марс и Плутон. И здесь, понимаете, как бы, да, необходимо быть собой. Те овны, которые живут по Солнцу, будет хорошо, будет прекрасно. То есть вы знаете, когда нужно стать сильным, когда нужно стать злым, когда нужно стать агрессивным и когда расслабиться для того, чтобы энергию пар выпустить. Да, поэтому здесь история финансовая с 7 по 18 июля история про финансы, про социальный статус, про деньги зарабатывания, про тот уровень жизни, который вы хотите. И если в этот момент вы будете сдаваться, то жизнь, конечно, жизнь, конечно, будет сложно, сложно разруливать ситуацию, но как-то потихонечку будет облегчение идти, да. Но если вы будете брать трудности и идти все выше и понимать, что я знаю, что чем выше в гору, тем сложнее, так и будет хорошо. Мне сейчас скажут, ужасный гороскоп себе такой сделал. Ребят, я тоже овен, поэтому здесь, конечно же, расслабьтесь и понимайте, что я в прямом смысле ответственна за все то, что я говорю. И, конечно же, у каждого овна, живущая в разное время, разные вопросы. Те овны, которым 36-37, у них задача посложнее, чем у тех овнов, которым 24-25. Просто потому что в 24-25 человек еще не настолько мудрый, насколько он уже мудрый к развороту кармических узлов. И здесь, конечно же, мы понимаем, что усложняясь, беря высокие дистанции, разрешая все эти вопросы, которые решатся, это вопрос временный. То есть это та максимальная сила и выносливость, которую требует от вас жизнь. Ну и понимаете, что мы все разного времени рождения, как минимум, и у нас разные аспекты еще личные. У кого-то может быть еще очень больше приложенных событий, у кого-то гораздо меньше. Поэтому в основном этот период жизни с 7 по 18 июля, это, конечно же, финансовая стабильность. Или почему до сих пор в жизни нестабильность? Это любовная история. Она стабильна или нет? Или почему хочется в сложной финансовой истории обвинить партнера? Особенно те, у кого в натальной карте Венера в соединении, квадратуре или в оппозиции с Плутоном. Этот аспект для вас очень важный. Это такая задача в жизни, которая, к счастью любви в семейной жизни, ведет, я бы так сказала, история внутренней своей трансформации. Понимание, что не нужно партнера под себя подминать. Нужно понять, почему хочется партнера изменить. Потому что хочется скрыть какие-то свои негативные стороны жизни, которые мы всегда же пытаемся быть какими-то такими более добродушными, чем мы есть, что ли, более красивыми, как бы обелить себя. То есть это вот такая история, которая на самом-то деле, ребят, очень про глубокое и про многое. Но эта история не пришедшая до сих пор финансов. Идем дальше. В этот же момент у нас Марс встает в соединение с Ураном, начинает съезжаться с 7 июля. И к 18 июлю это соединение уже будет точным. И здесь история, конечно же, продуктивно, да. Получится ли разрулить историю, да. Получится ли сделать так, чтобы все было хорошо, да. Я вам не скажу вообще, что никаких шансов нет, все будет очень плохо. Нет. Те, кто будет осознанно подходить к своей жизненной истории, будет получаться хорошо. Кто будет по-новому смотреть на мир, на жизнь, попытаться внедрить что-то новое, а не упираться постоянно в старое, будет очень хорошо. Поэтому здесь внедряйте все свои фишки, все то, что вы давно боялись внедрить, было страшно в работе, это в личной жизни. Ребят, внедряйте. Я только за, потому что овен это истинный борец по жизни. И эта борьба, к сожалению, ребят, ну всегда просто так. Овнами не рождаются. Овнами рождаются сильной личностью, поэтому, да. Здесь просто сразу поймите, что вот в легкости это не про овна. Вот эта вот история, которая продается, хочется в легкости, но нет. Ну естественно, только у кого кармические задачи есть, чтобы в легкости достигать, да. Ну то есть это нужно прийти к расслаблению. Но овна и расслабление это вообще на разных горизонтах. Это очень сложная кармическая задача. Идем дальше. Ребят, после всей этой истории 21 июля у нас полнолуние. У нас полнолуние 21 июля. И это второе полнолуние летом, которое тоже в Козероге. Только это полнолуние будет еще в соединении с Плутоном, дорогие наши, наш второй управитель Плутон, который всегда нас заставляет двигаться, двигаться максимально мощно и понимать, где мы максимально недорабатываем. Поэтому здесь история того, что нужно максимально к себе честно подойти, задать себе честные вопросы. Действительно ли мы сделали все возможное или нет? Действительно ли мы постарались или мы смолодушничали? И вот такое будет достаточно честное полнолуние по поводу социального статуса, личной семейной жизни, любви, романтики, ответственности и всех тех материальных и духовных плюшек, на которые, собственно, мы претендуем. А мы знак Зодиака, которым все-таки еще управляет Плутон, а он истинный максималист. Поэтому здесь, дорогие, будьте честными, что вы на самом деле хотите, потому что все-таки кармические узлы еще идут. Будут до конца 2024 года, кстати, по Овну идти. И здесь максимальное количество действий, движений, которые будут сделаны Овнами в этот период, это такой, знаете, запал действий, на которые вы претендуете. И следующие года будут зависеть от того, насколько вы максимально, ну, то ли замахнулись, насколько вы повысили свою планку и не ждете это, чтобы кто-то за вас решал, а сами делаете, да? Идем дальше. Конец июля у нас начинает, я бы сказала, соединяться, схлапываться. Вообще, конец июля, дорогие, и август, это такой достаточно сложноватый период для многих, да, но у каждого может проиграться по-разному. Кстати, если у вас есть вопросы по поводу того, как именно у вас проиграется это лето, этот месяц или какой-то период, что вы назначили, не знаю, покупку автомобиля, вы назначили начало продвижения, вы назначили поездку, все что угодно, да, вопросы-то могут быть совершенно разные в обычной жизни. Задавайте вопросы под этим видео, оставляйте дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я так посмотрю именно в вашу транзитную карту, посмотрю, что именно в этот период у вас будет, как сложится, как получится, потому что это такая нормальная подсказка по жизни, которая, чтобы понимать, как оно будет. Итак, последняя неделя июля у нас на небе не совсем очень приятный такой аспект Венера-Уран. Венера-Уран это всегда проосвободиться и выйти из отношений, выйти из сложной работы, выйти из того финансового потока, которого мы уже устали, который забирает у нас много сил, конечно, из финансового потока никто не хочет выходить, да. Хочется выйти из работы над этим финансовым потоком, хочется сказать, боже, как мне надоело, как я устал, хочу уже полегче, хочу попроще. Ребята, не сдаемся, девизовно никогда не сдаемся, этот аспект у нас будет работать неделю до полнолуния. Полнолуния, полнолуния, дорогие, у нас 4 августа, новолуния, новолуния августовская у нас будет 4 августа, солнце, луна во льве, вроде бы такое праздное ощущение настроения, легкости, но при этом квадратура Венера-Уран, когда хочется все бросить, сказать, я ушел на вечеринку и я ничего больше не хочу. И здесь можно было сказать, что этот аспект скоро разъедется, но с 5 августа и по 28 у нас включается ретроградный Меркурий. Да, дорогие, и ретроградный Меркурий у нас будет сначала в деве, то есть с 5 по 15 августа он будет у нас в деве, а потом с 15 по 28 ретромерку будет во льве. И здесь, если можно было так сказать, что первые 10 дней ретромерка мы будем более такие стабильные, мы будем более понимающие, по крайней мере овны 100%, потому что на вас будет хорош такой оказан аспект, овны 3 декады, здесь у вас будет и концентрация, и внимательность, и желание искать свои же недочеты, да, то есть мы будем требовательны к себе. А после 15, да, с 15 уже и по конец ретроградного периода здесь будет такое ощущение, как я устал, как мне надоело, как я хочу стать безответственным, как я хочу налегке освободиться. Но эта история такая, знаете, сложная. Сложная для овнов, конечно же, все бросить это быстро, легко, он вообще очень сильно быстро переключается с одной задачей на другую, здесь нужно просто момент понимать, что за все есть своя ответственность. И у нас с 13 августа, я бы так сказала, Венера начинает быть в оппозиции с Сатурном, который ретрограден. И здесь история, конечно же, про то, что даже этот аспект, он будет овнов заземлять, он будет оставаться все-таки в той самой истории, которая будет сложной. Она не будет простой. Август будет сложной для многих знаков зодиака, но для вас, дорогие овны, этот аспект будет, я бы так сказала, заземлять и заставлять думать все то, что вы делаете. Плюсом еще начнут складываться. Вот у нас есть Юпитер, который перешел в близнецы 25 мая, да, и вот он по близнецам катится, и вот с 13 августа начинает соединяться с Марсом, да. И это такой точный аспект, который, кстати, на овнов будет тоже влиять достаточно благоприятно. Здесь. И вторая половина августа пройдет, можно сказать, что будет аспект напряжения, но для вас, если вы будете действовать, будет классный такой момент, все-таки будет нотка оптимизма появиться. Ну, то есть самое сложное, я бы так сказала, это первые две недели августа, когда будет казаться, что прям вот как-то вот тяжеловато, да. Но все-таки, все-таки, вот этот вот Юпитер будет делать классный, я бы так сказала, сикстиль к вашему Солнцу в транзитных картах, да. Это овны, которые родились во второй декаде. И здесь, понимаете, что придет такое чувство, что не все потеряно, что не все так плохо. Силы придут, я бы так сказала, бороться, действовать активно, но при этом, понимаете, дорогие, все ситуации, которые будут, это и борьба за отношения, это и борьба за финансы в том числе, потому что вы, дорогие мои, будете пробивать историю с финансами, социальный статус, реализация, активность, действия в этом мире, какой уровень жизни ходить, потому что все овны сейчас вот на таком распуте, а может все-таки мне не надо, а может все-таки мне надо, а почему не надо? Может, стоит побороться за все то, что вы хотите, приложить максимально сил, максимально проявить себя, максимально сделать, да, приложить все свои навыки и таланты для того, чтобы с этого получилось. Ну, а если не получится, вы, по крайней мере, скажете, ну, я сделал свой максимум, чем потом жить и сожалеть, да, потому что сейчас, еще раз говорю, вот этот запал, который вы приложите, да, он будет вот полгода вот этой активной работы, ну, даже больше, если с летом, да, чуточку больше, и уже новый 2025 год, вы войдете вообще совершенно на другой энергии, потому что 12 января кармические узлы покинут знак овны, перейдут, ну, на ось рыбы-девы, и там начнется уже проверка, чего вы хотите, куда стремитесь, уже будут, уже будут спрашивать вопросики из дев, и задавать вопросики рыбам, понимаете, и овну уже вот максимально вот нужно сейчас вложиться, зная, что хочется как-то по-другому лету, но почему на лето нужно трудиться, да, все это я, ребят, понимаю, все это я знаю, но когда необходимо вложиться в свое будущее, я все-таки предполагаю, что нужно вложиться, потому что все-таки у нас, и в следующем году начнет уран влиять, очень классно подкидывать события овна, которые будут не совсем такие, как они были раньше, но эти события будут только на руку овнам, то есть обстоятельства будут складывать, так что мне овна начнут двигать, Женя мне начало вести, да, это будет очень классный, благоприятный аспект, но для этого сейчас нужно вот прям поактивничать, прям поделать, работа, личная жизнь, ответственность, что вы хотите, сколько финансов, какую работу вы хотите иметь, какой уклад жизни вы хотите иметь, какой должна быть ваша семья, как вы ее видите, ну здесь полностью проверка для овнов, здесь, ребята, я считаю, вот этот ответственный момент в августе стоит потрудиться ради него, с учетом того, с учетом того, что у нас еще идет Плутон Плутон в ретроградном движении и в начале сентября 2-го он перейдет в знак Козерога, он перейдет в знак Козерога и будет уже, вот я бы так сказала, напрягать одних овнов, да, овнов, я бы так сказала, третьей декады заставлять вылазить из той кожуры, в которой сидели, а овнам первой декады будет подкидывать все те плюшки и истории, которые, ну то есть сила, сила на развитие, на продвижение, потому что Плутон это все-таки большие деньги, большие финансы и большой размах по жизни, в принципе, неважно в любви это или в работе, потому что Плутон любит и когда страсть и запал есть, и когда с финансами все классно, когда это шикарный просто бизнесмен, но при этом, сами понимаете, уровень ответственности, здесь кто на что гораст, поэтому здесь ни в коем случае не сдаемся, и у нас разворачивается в начале осени 1 сентября Уран, планета неожиданных возможностей, хороших или плохих, тут уж каждый сам будет для себя решать, но возможности они всегда дают нам право проявить себя, поэтому, ребята, да, последняя неделя августа она будет вот такой энергичной, когда мы будем чувствовать уже движение этих планет и силы все-таки будут к нам приходить. Что касается покупок, что касается траты, я бы, конечно, сказала вам вообще не пылить деньгами, сохранить максимально финансы, пока у нас ретроградный Меркурий, пока у нас аспект Венера-Сатурн, это, ну, ребята, это август, Венера-Уран начинает работать последней неделе июля, и здесь уже я бы советовала не тратить, больше копить, сохранять, откладывать, на мечту, на автомобиль, на жилплощадь, неважно. Естественно, в ретромерк советую не тратить. Если вы завершаете какие-то старые проекты, старые сделки, которые давным-давно начали делать, и вы просто уже подошли к концу сделки, тогда да. Если начинаете что-то новое, вы влазите в какой-то кредит, эта история будет сложной, и будет сложно и долго отдаваться. Поэтому здесь, конечно же, под ответственность каждого. Ну или, ребят, задавайте вопросы, если они у вас еще остались по окончании этого видео, я с удовольствием отвечу, как на это время. Ну и самых ответственных, конечно, отважных жду на консультации. Летние приятные цены до 1 сентября. Действуйте, дерзайте, если вам это действительно нужно. В целом, дорогие, я не хочу сказать, что это какой-то сложный, тяжелый, гороскоп, нет, гороскоп, собственно, подходит абсолютно под год, связанный с кармическими задачами, задачами воплощения для овнов. Прекрасное время для того, чтобы себя проявить, поднять свою планку, стать максимально ответственными и понять, что именно вы хотите по жизни. И август будет максимально к этому располагать. Да, будет казаться, что все специально накаляют, но, ребят, так бывает. И в тот самый момент, когда вы решите сдаться, вот в тот самый момент, когда вы решите сдаться, к вам придет верное решение. Поэтому не сдавайтесь. Овны, я всегда за вас держу на кулачке, потому что первый знак зодиака, мы первый знак зодиака, который все-таки заряжает других людей на движение, на активность, на борьбу, не сдаваться, что-то делать, действовать, потому что нельзя оставлять этот зеленый шарик просто так без действия. Надо что-то делать, делать активно, что-то внедрять, экспериментировать, пробовать, максимально приложить своих усилий, для того, чтобы все другие тоже жили хорошо. Потому что мы начинаем, кто-то другой продолжает, заканчивает, что-то еще прикладывает, но наша задача дать толчок этому миру. И да, только наша активность этому и способствует. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, вы, что досмотрели это видео до конца. И я надеюсь, что зарядила, я надеюсь, что у вас эмоции только пойдут в гору. Желаю вам продуктивного лета и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok